Решение вопросов Ненецкого округа на уровне Государственной Думы. То, как идёт продвижение региональных инициатив и каких успехов уже удалось добиться сегодня, главе региона Игорю Кошину рассказал депутат Госдумы от региона Сергей Коткин. Визит законодателя в Ненецкий округ проходит в рамках региональной недели. Депутат Госдумы от Ненецкого округа Сергей Коткин в рамках региональной недели прилетает в Наринмар каждый месяц и каждый раз с хорошими новостями. Появление своего депутата в Нижней Палате Российского парламента позволяет регионам быть услышанными. И не только депутатские инициативы, выносимые на рассмотрение думцев, обретают очертания реальных законов. Один из ярких таких примеров – разрешение на выдачу паспортов и водительских удостоверений через многофункциональные центры. И не только в городе, но и в сельских населённых пунктах. Я общался со своими избирателями, с населённых пунктов. Сейчас МФЦ будет выдавать с 1 февраля паспорта, водительские удостоверения в МФЦ. Есть некоторые детали. Я общался с иммиграционной службой руководителями Елены Анатольевны. Сейфы, охрана, оборудование, двери кое-где укрепить. Для того, чтобы получить паспорт или водительское удостоверение, ранее жителям населённых пунктов приходилось выезжать в город. Теперь эти услуги можно получить в 18 сельских филиалах МФЦ Ниньского округа. Я рад, что сейчас на федеральном уровне принята инициатива, что с паспортами проблем уже не будет. Понятно, технические вопросы они есть, но я думаю, что мы их отработаем. С паспортами не будет, с водительскими удостоверениями. Следующий большой вопрос, который нам необходимо будет решить, чтобы всё-таки жители села смогли получать все необходимые разрешения по обороту с оружием. Охотников много, там и справки медицинские, поэтому тоже будем смотреть здесь, как нам на стыке МВД, Сосгвардии и снегоходные техники. Среди других инициатив, которые лоббирует Сергей Коткин совместно с депутатами из других регионов, касается проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха и обратно. Согласно федерального закона, неработающие по возрасту граждане могут бесплатно раз в два года путешествовать только по России. Думцы продвигаются инициативу, направленную на то, чтобы проезд пенсионеров оплачивали до границы Российской Федерации с другими странами. Ещё одна инициатива касается досрочного выхода сотрудников поисково-спасательной службы, в частности Ненецкого округа, на досрочную пенсию, по аналогии с сотрудниками МЧС. Я подготовил письмо на наш комитет по гражданской обороне, но там есть заключение, что в рамках местного есть практика, в субъектах можно, хотя, в принципе, там всё очень подробно написано, я им написал с просьбой рассмотреть вопросы на месте. Наша поисково-спасательная служба готова ко всем неожиданностям. И работает так же, как в системе МЧС, только за границей он может быть. Поэтому хороший вопрос, надо будет всё-таки посмотреть его, потому что если мы защищаем государственных служащих, защищаем муниципальных служащих, то ребят, которые рискуют жизнью, мы, конечно, должны защитить. Поэтому мы посмотрим на нашу муровь. В заключении встречи Игорь Кошин обратил внимание Сергея Коткина на необходимость подключения к решению вопросов, вынесенных на рассмотрение Ассоциации арктических муниципалитетов. Заседание которой пройдёт в рамках Международной арктической конференции в марте в Архангельске. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова